Севастополь На информационном канале Севастополя продолжается прием заявок на участие в конкурсе «Мой двор». Ах, ты мне нравишься. Ты хорошенький. Опа. Служители Мельпомены. В городе завершился второй театральный фестиваль «Тон». А теперь об этих и других темах подробнее. Севастополь готов к отопительному сезону больше, чем на 80%. Об этом на аппаратном совещании сообщил директор департамента городского хозяйства Андрей Чибисов. Также он отметил, коммунальщики продолжают выполнять текущий ремонт теплосетей. Акты готовности к сезону уже получили около трети домов. Для угольных котельных на сегодня уже закупили 1200 тонн сырья. К осени поставят еще порядка 1000 тонн. Такого объема топлива будет достаточно, чтобы покрыть нужды города, отметили в департаменте. Среди проблем, с которыми могут столкнуться коммунальщики в осенний период, возможно дефицит электроэнергии. Он может произойти в случае постоянно низкой температуры воздуха до минус 10 градусов. Чтобы избежать перебоев с отоплением, департамент планирует остановить дополнительно 16 дизель-генераторов мощностью 1 мегаватт каждый. Глава Севастополя Дмитрий Овсянников призвал завершить подготовительные работы в нормативный срок. Какому сроку, согласно поручению министра энергетики, 16 дизель-генераторных установок? 15 ноября. Какое? 15 октября, я извиняюсь. Хорошо. Однако не все отчеты руководителя департамента городского хозяйства были одобрены. Немало вопросов вызвал доклад о программе газификации Севастополя до 2020 года. Дмитрий Овсянников поручил доработать проект. У вас первый доклад некачественный, у вас совсем другая информация. Вы так быстренько за 5 минут пробежались по подготовке к земле. Второй доклад не выдерживает никакой критики. Спасибо. Владимир Васильевич, тогда в следующий раз сами будете доказывать в этот четверг. Я тебе оба два вопроса. Лично. Участок трассы Севастополь-Симферополь в районе села Поворотное откроют уже в эту среду. Об этом сообщил директор департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Игорь Титов. Также рассказал, основные ремонтные работы уже выполнены. Специалисты сделали насыпь из земляного полотна и установили противооползневые сооружения. Сейчас подрядчик завез на объект материалы для утрамбовки дороги. Во вторник, 15 августа, дорожники приступят к укладке асфальта. После чего объект сдадут в эксплуатацию. Напомним, работы по остановке и оползнях невосстановлению 300 метров разрушенной дороги начались в марте этого года. На проектирование и капитальный ремонт участка трассы из резервного фонда Севастополя затратили около 100 миллионов рублей. Новым директором Департамента здравоохранения Севастополя назначен Антон Бахлыков. Ранее он занимал должность заместителя руководителя этого же ведомства. О кадровых изменениях сообщили на аппаратном совещании в правительстве. Глава Севастополя Дмитрий Овсяников отметил, за несколько месяцев своей работы в Департаменте здравоохранения Антон Бахлыков показал системный подход в повышении качества оказания медицинской помощи. Руководитель города пожелал новому директору успешной работы в модернизации здравоохранения Севастополя. Среди приоритетных направлений новый директор Департамента выделил развитие системы, привлечение кадров, строительство новых поликлиник, увеличение лекарственного обеспечения, а также наладку и внедрение в работу оборудования, которое сейчас не используется. Техническая экспертиза по ядерно-магнитно-резонансному томографу в первой больнице, обследование ядерно-магнитного резонанса в детской, в пятой больнице передвижного на предмет его скорейшего ремонта и запуска. И та же история с ледневным ускорителем системной химиотерапии в онкодиспансере. То есть там тоже есть проблемы с запуском, но тянуться бесконечно это не может. То есть нужно подводить черту. Город планирует приобрести мобильные комплексы связи. Новейшие аппараты поступят на вооружение МЧС и Центра гражданской защиты. Техника обеспечивает надежную спутниковую связь при любых погодных условиях. Закупка оборудования обсуждают в рамках госпрограммы по обеспечению общественной безопасности. Первый комплекс экстренной спутниковой связи представили экспертам правительства Севастополя и МЧС. Новую технику видел и Александр Тимофеев. Мобильный комплекс САС-1200 – новейшая разработка отечественных конструкторов. На установку связи со спутником станции требуется 5 минут. Скорость интернет-соединения до 40 мегабит в секунду. Машина способна работать в минус 40 и в 50 градусную жару. Комплекс широко используется в российской армии и службах спасения. Еще один образец – установка Аркан. Благодаря легкому материалу такую станцию можно установить на любой автомобиль. Более совершенная система весит всего 85 килограмм. Одна такая антенна, способная обеспечить спутниковой связью десятки компьютерных систем. Но разработчики пошли еще дальше, создав вот такой переносной комплекс, который помещается вот в таком рюкзаке. Общий вес всего комплекса составляет 20 килограмм. Собрать и настроить такой комплекс займет около 10 минут. Конструкция надежно защищена. Установка способна выдержать порывы ветра 30 метров в секунду. Главная особенность – простота в использовании. Чтобы выйти на спутник, нужно нажать всего одну кнопку, заявляют разработчики. Антенная система в автоматическом режиме поднимается, разворачивается и наводится на заданный спутник. После этого организуется канал спутниковой связи. И далее можно использовать все современные услуги. То есть это телефония, это видеоконференц-связь, это передача данных и доступ в интернет. Подобные комплексы планируют закупить в рамках реализации госпрограммы. В правительстве города обсуждают техническую сторону вопроса. Местность у нас горная, пересеченная. Есть очень много мест, где покрытие связи не удовлетворяет необходимым условиям. МЧС, правда, это федеральная структура, они нуждаются в таком комплексе. И как минимум он нужен для организации спасательных служб. То есть если на город, то один-два, скажем так, комплекса таких. В случае положительного решения мобильные комплексы связи появятся в Севастополе в 2018 году. Александр Тимофеев, Мария Буйлова, информационный канал Севастополя. Теперь в Инкерман можно добраться на троллейбусе. Две новые машины с возможностью автономного хода сегодня вышли на маршрут. К концу недели социального транспорта по этому направлению станет вдвое больше. Для некоторых категорий граждан эти троллейбусы стали единственной возможностью выезжать в Севастополь. Материал пока готовится к эфиру. Все подробности вы узнаете в следующих информационных выпусках. Жители Севастополя продолжают присылать заявки на конкурс «Мой двор», который проводит наш телеканал при поддержке правительства Севастополя. Принять в нем участие могут жители любого двора, который вкладывает свои силы, чтобы поддерживать территорию рядом с домом в чистоте и порядке. Жители нескольких дворов уже стали героями наших репортажей. Виктория Адульцева расскажет о следующих участниках открытого конкурса. Жанна Викторовна и Ольга Михайловна живут здесь уже 40 лет. Кроме футбольного поля и скамеек, еще недавно на площадке ничего не было. В конце весны Ольга Михайловна предложила обустроить двор, и соседи поддержали инициативу. Сначала поставили качели, высадили цветы, зимой сделали горку. У нас такой порядок, что мы все праздники отмечаем с детьми. Детей у нас очень много, даже приходят вот с разных дворов. Площадка во дворе просторная. Помимо футбольного поля уже есть две качели, две песочницы, машина, трехглавый дракон. Жильцы дома находят применение всему, что кажется ненужным. А это наш паровозик. Мы его сделали из бывшего тополя. Когда его спилили, мы попросили, чтобы нам сделали вот такие вот чербачки-вагончики. Мужчины помогли нам их сюда привезти. Мы их раскрасили вместе с детьми, и получился вот такой вот веселый паровозик. Этот засохший боярышник могли бы уже давно спилить, но люди, которые здесь живут, умеют замечать прекрасное вокруг. Стоило всего лишь взять руки-кисточки и раскрасить ветки в разные цвета. И вот, это уже не сухое дерево, а цветик-семицветик. Жители двора по улице Геловани-30 знают ответ на вопрос, почему в открытой битве дворов должны победить именно они. Потому что мы дружны. Вот это самое главное. Детские дни рождения мы празднуем вместе, приглашая и аниматоров сюда. Есть традиции, поздравляем со всеми праздниками, отмечаем здесь. И отдыхаем все вместе. Играть можно с любимыми друзьями. Я гуляю на площадке со своей собакой. Здесь много детей. Не надо быть дизайнером, чтобы сделать свой двор красивым и не похожим на другие. Немного желания, фантазии, несколько часов сплоченной работы, и получаются вот такие – жираф и зебра. В конкурсе «Мой двор» может участвовать любой. Присылайте ваши заявки до 23 августа на электронную почту дворсобака.xtv.ru. Мы приедем к вам в гости, и вы станете героем нашего следующего репортажа. Наш двор добрый! Во дворе гуляли Виктория Дульцева, Делевер Меджитов, специально для информационного канала Севастополя. Телеканал «Икс» совместно с интернет-площадкой «Город героев» запускает серию репортажей о севастопольцах с активной жизненной позицией. Цикл видеосюжетов будет рассказывать о героях нашего времени. Людях, которые своими ежедневными поступками делают Севастополь лучше. Программа будет выходить в эфир два раза в неделю, по вторникам и четвергам в 19.20. Премьера 15 августа. Как и раньше, сегодня сердце Севастополя – его люди. Наряду со старшим поколением в нашем городе большое количество молодежи, которая с каждым днем делает Севастополь лучше. Проект «Город героев» именно о них – тех, кто привык больше делать, чем говорить. В документальных репортажах речь о совершенно разных севастопольцах – спортсменах и бизнесменах, продюсерах и актерах, художниках и общественных деятелях. Своим примером они вдохновляют и мотивируют других. Появилось очень сильное желание отплатить этому детскому дому чем-то, помочь этому детскому дому. Причем это было не разумное решение, а чувство изнутри. Я понял, что я хочу, почувствовал это желание, что я хочу прийти сюда и что-то сделать. Авторы документального проекта показывают героя таким, какой он есть – без чинов и масок. В кадре он от первого лица рассказывает о своих проектах, делится воспоминаниями, взглядами на жизнь, знакомит с людьми, которые вдохновляют его. У каждого героя проекта – свое мироощущение, образ жизни и поступки. Главная задача, которую ставят перед собой авторы – передать характер конкретного героя, рассказать, что он действительно стоит того, чтобы на него смотрели. Мой девиз – идти к своей цели, идти по выборному мной пути, надев очки, через которые я перестаю видеть стереотипы и предрассудки. Премьера первой программы состоится 15 августа в 19.20. После выхода в телеэфир «Город героев» будет доступен на сайте одноименного проекта, а также на сайте xtv.ru. Героем может стать любой житель города, добившийся успеха в своем виде деятельности. Для этого нужно оставить информацию о себе и своем проекте в социальных сетях информационного канала «Севастополя». При подготовке к строительству трассы Таврида под Севастополем специалисты обнаружили 53 ценных археологических объекта. Об этом рассказал начальник управления охраны культурного наследия Михаил Рязанцев. Он отметил среди редких находок археологов памятники различных эпох – от античности до Средневековья. Это древние поселения и курганные могильники. Изучением памятников сейчас занимаются сотрудники Института археологии Российской академии наук. Управление охраны культурного наследия отметили. На сегодняшний день в Севастополе насчитывают 265 объектов археологического наследия. Благодаря новой находке количество памятников значительно возрастет. Завершился второй фестиваль театрального искусства «Тон». Севастопольские трупы отыграли семь премьерных постановок этого сезона. Открытие и закрытие проходило на сцене античного театра в Херсонесе. Чем завершился фестиваль и какой спектакль стал лучшим, по мнению театральных критиков, знает Юлия Ефремова. Второй раз в Севастополе настоящий праздник искусства и таланта. Свидетелями события за неделю стали несколько тысяч зрителей. Бывать здесь всегда очень интересно. Наблюдать за этим процессом театральным интересно. И я могу сказать, что Севастополь действительно театральный город. Всегда это очень необычно. Свежий воздух, море, античный театр. Это всегда очень приятно. Мы первый день пришли. Считаем, что нам повезло. Кроме зрителей, за игрой севастопольских актеров наблюдают театральные критики. Специалисты из Москвы отмечают высокий уровень мастерства артистов. «Если бы я, скажем, не видела, что здесь слишком много неба, голубого, слишком много солнца, а видела бы только спектакли, я бы никогда в жизни не поняла, что я нахожусь ни в Москве, ни в Петербурге, ни в каком-то другом городе. Высочайший уровень абсолютно равны столичным». За фестивальную неделю каждый из севастопольских театров представил по две премьерные постановки этого сезона. В последний день в подарок зрителям и жюри в неконкурсный комедийный спектакль «Моя прекрасная голотея» от трупа театра Лавренева. Актеры говорят, на фестивале отдыхают душой, даже несмотря на то, что играют под пристальным вниманием театральных критиков. «После каждого спектакля состоялся очень серьезный, строгий разговор критиков с нами. Это очень полезно для нас, полезно для актеров, для режиссеров, собственно, для театра. Собственно, в этом и цель этого фестиваля – серьезный профессиональный разбор, профессиональная оценка». «Мы оказались фактически единогласны во всех оценках. То есть, единогласно определили и лучшие спектакли, и присудили еще призы в различных номинациях. То есть, как бы вкусы наши совпали». Самый волнительный момент этого фестиваля – церемония награждения. Всего 10 номинаций. Среди них – лучшая женская роль, лучшая мужская роль, женская роль второго плана. Оценили по достоинству и тех, кто оставался за кадром, специально инициировали номинации за выразительную хореографию, «Лучшее световое и лучшее пластическое решение спектакля, лучший художник спектакля». Звание «Лучшая постановка» взяла труппа театра Лавренева со спектаклем «Под холщовыми небесами». Организаторы фестиваля уже планируют его проведение в следующем году. А пока все премьеры этого сезона жители и гости города могут увидеть в театрах Севастополя. Юлия Ефремова, Мария Буйлова, Михаил Волобуев, информационный канал Севастополя. Уже в эти выходные состоится международный музыкальный фестиваль «Опера в Херсонесе». Для Севастополя это первый опыт проведения мероприятий такого масштаба. Со временем фестиваль имеет все шансы стать одним из главных музыкальных событий в Европе, уверены его организаторы. Напомним, «Опера в Херсонесе» пройдет в Севастополе 19 и 20 августа. Классические арии исполнят артисты ведущих российских театров, а также звезды мирового масштаба. Произведения прозвучат под открытым небом на сцене античного театра древнего Херсонеса. Там просто творится магия. И, конечно, Севастопольцам стоит прийти на это мероприятие, посмотреть и проникнуться этим духом. В этом году мы делаем особый акцент именно на русской опере. Конечно, там будут и произведения зарубежных авторов. Но особый акцент мы делаем на русской опере, на ее вкладе в мировую культуру. Билеты на первый день фестиваля практически раскуплены. Еще несколько ждут своих владельцев в кассе музея-заповедника «Херсонес Таврический». Там же, а также через официальный сайт фестиваля, можно приобрести билеты на второй день. Кроме того, 18 августа пройдет галоконцерт вне основной программы. По специальным приглашениям его смогут посетить ветераны, почетные граждане Севастополя, а также заслуженные деятельные культуры региона. Фестиваль «Упера Херсонеси» 19 и 20 числа информационный канал Севастополя будет транслировать в прямом эфире. Сезон бахчевых в разгаре. На прошлой неделе мы говорили о том, как выбрать арбуз. Теперь о дынях. По традиции, наша съемочная группа отправилась на рынок, чтобы выбрать самые спелые и вкусные плоды. Елена Корноухова поделится опытом. Презентабельный внешний вид дыни может ввести в заблуждение даже опытного любителя бахчевых. Нередко даже большой плод может оказаться неспелым, водянистым и пресным на вкус. Чтобы на ваш стол попало только сладкое лакомство, мы расскажем вам о трех способах выбора дыни. Идем выбирать. На самом деле видов дыни очень много. Говорят, один из самых сладких сортов – торпеда. Но на рынке мы встретили только амал. Да и всем известную колхозницу не удалось обнаружить. Везут амал у нас. Ну, раздольный, Джанкойский район или Сакский район. Оттуда везут крымские. А колхозница вывелась, она пропала. В прошлом году еще продавали, в этом году уже ее нет. Торпеда – это узбекская дыня. Ее везут из Узбекистана. Средняя цена дыни сорта амал – 25-35 рублей за килограмм. Спелую дыню можно определить по запаху. Принюхайтесь. Она должна источать тонкий сладкий аромат. Если же дыня пахнет зеленью или запах вовсе отсутствует, такой плод лучше отложить в сторону. Эта дыня пахнет очень вкусно. Она нам подходит. Как и в случае с арбузом, спелую дыню можно определить, слегка хлопнув по ней ладонью. Только в отличие от арбуза, звук должен быть глухим, а не звонким. Эта дыня вроде звучит как нам надо. Идем выбирать третью по внешнему виду. Поверхность дыни следует изучить внимательно. Зеленоватые пятна могут свидетельствовать о незрелости плода. И наоборот, коричневые – о процессе гниения. Также важно обратить внимание на твердость дыни. Слишком мягкая – она уже может быть порченой. А слишком твердая – незрелой. Эта дыня, наверное, нам не подходит. А вот эта – в самый раз. Пришло время пробовать. Перед дегустацией, как и арбузы, дыни тоже обязательно моем. Мы решили провести независимую экспертизу. Предложим выбранные нами дыни севастопольца. Нарезаем на кусочки, выкладываем их на поднос. О том, каким способом выбирались плоды, горожане не знают. Опросим 10 человек. Сладкая. Сейчас вот это вкуснее всего пахнет. Это еще слаще. Девушка, они все вкусные. Центральный вкуснее. Посмотрите, не очень. Кабачок. Да, не спелый. Ой, это мне нравится больше, потому что она не сладкая. Ну, она зеленая, да. У него альтернативные вкусы. Вот это топ. Почему? Потому что у него просто такой аромат офигенный. Вот как жвачку берешь химическую, может быть, она химическая. Ну, вот вторая мне понравилась больше, потому что у нее очень крутой аромат. Я вам не отдам, я заберу с собой. По результатам опроса, самой вкусной оказалась дыня, которую мы выбирали по внешнему виду. За нее проголосовало 7 человек из 10. Та, которую покупали по запаху, оказалась не такой вкусной. Ее одобрили всего два человека. А плод, что определяли по звуку, понравился лишь одному. Методов выбора дыни много, и каждый его выбирает сам. Елена Корнухова, Михаил Волобуев, Мария Буйлова, информационный канал Севастополя. И о погоде. Как сообщает Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 августа в Севастополе переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью западный, днем северный 6-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 21-23 градуса тепла, днем 27-29 со знаком «плюс». Средняя температура морской воды у берегов Черного моря плюс 25 градусов. На этом наш выпуск завершен. Более подробную информацию смотрите на нашем сайте xtv.ru. Телефон редакции 54-51-12. В студии работала Алифтина Игнатьева. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok